Я вам сейчас покажу два небольших таких видеоотрывка, которые я снял еще в 2011 году. Я их до этого не выкладывал на канал, там, в принципе, и так хватало. Мои знаменитые килоленты про то, как один прекрасный житель города Петербурга заснул на унитазе. Затем про вот эту замечательную книжку про Гоголя с вырванными страницами, употребленными по назначению опять-таки в определенных местах. А вот это я не показывал, потому что ну зачем? И так, в принципе, хватает трэша в нашей жизни, зачем его усиливать? Но в данном случае это необходимо показать, иначе все дальнейшее повествование, оно будет лишено какого бы то ни было смысла. Вот это мой велосипед, который я привязываю вот к такой цепи, которую, конечно, можно перекусить, но для этого надо носить с собой специальные большие кусачки. Почему я это делаю? Почему я привязываю велосипед к такой цепи? А потому что в нашей прекрасной квартире Крен знает кто, кажется, Доброе утро! Доброе утро! Привет! А вы тут живете? Нет, мы в гостях. Понятно, вопросов нет. Это первый сюжет, а теперь второй. Сегодня у нас Пасха. Вот товарищ Патриарх поздравил нас с этим праздником. Времени у нас 8.22, воскресенье. Что происходит в нашей замечательной коммунальной квартире? В нашей замечательной коммунальной квартире люди отмечают Пасху. Я ненавижу алкоголиков. Я прожил с ними практически всю свою сознательную жизнь. У меня самого есть несколько личных историй. И про меня самого, и в семье у меня, к сожалению, были определенные проблемы. И бросал я это дело рано довольно-таки, потому что я начал это дело довольно рано. И, в общем-то, книжка у меня есть от косяка до штанги в 2005 году выпущенная и так далее и тому подобное. Так вот, суть в том, что в какой-то момент, когда у меня произошел перелом в моей жизни, у меня было 10 лет полной абстиненции. И был даже такой момент, когда я ходил в тренажерный зал на проспекте Большевиков. Это в университете имени М.А. Бочбреевича, университете телекоммуникации, в котором я учился. И я выходил оттуда, и мне казалось, что все, все поголовно занимаются спортом. Все ходят, качают пресс, все тягают гири. А по факту, на самом деле, все ширялись, курили и бухали тотально. А рядом располагался дальневосточный рынок, где оборот наркотиков, он превышал все мыслимые и немыслимые пределы. Затем мне пришлось довольно долгое время жить среди тотальной алкашни, потому что я жил в нескольких коммуналках, и выяснилось, к сожалению, несколько моментов. Первое, ты с этим ничего не можешь сделать. Бить этих людей абсолютно бесполезно. Более того, бить алкоголика, это все равно, что бить ребенка. Разговаривать с ними о чем-то тоже абсолютно бесполезно. Внушать им что-то бесполезное. Все, что тебе остается делать, это смириться с этим и подтирать говно, которое они оставляют. Причем, к сожалению, не в переносном смысле, а в самом, что я имею в виду, прямом. Потому что, например, туалет в коммуналке, где я жил на Левашовском, мужской туалет я имею в виду, мыл только один я. Еще раз хочу сказать, не потому что я такой хороший, а просто мне не хотелось жить в говне. Всем остальным было насрать, и опять-таки это в прямом смысле этого слова. Тем не менее, второй момент, который я выяснил, заключался в том, что люди эти алкоголиками становятся зачастую не по своей воле, а в силу сложившихся обстоятельств. Да, если у тебя сильный характер, ты можешь из этого выкарабкаться, даже если ты опустился на дно. Но зачастую, увы и ах, особенно если тебя кидают, а такое нередко происходит в нашей жизни, если тебя специально подсаживают на эту алкашку, для того, чтобы ты остался один, например, в комнате или в квартире, и тут нарисовывается, ну вот как у нас, например, действовала целая мафиозная группа цыган. И они вот этих вот одиноких людей, они их пасли, они их приучали к определенному образу жизни, а потом, собственно, вывозили в места определенные и делали все таким образом, чтобы лишить их жилплощади. После чего они становились практически бомжами, и вот одну такую историю я реально наблюдал у себя в финальную стадию. То есть я как бы не знал, там просто у меня был один алкаш Миша, у него там жил еще один как бы алкаш прямо в кладовке, а комнату этого алкаша Миша задавал. И выяснилось, что оказывается, выпасают до сих пор его цыгане, потому что Миша, этого своего кореша алканавта, чуть ли там не с калашом, от этих цыган спасал. Показывал мне уголовное дело, которое было заведено и так далее и тому подобное. И вот этот второй алкаш, он был настолько как бы затюканный, что он жил вот в этой вот коморке, которая была прокуренная насквозь. При этом он всю жизнь отрабанил на Балтийском заводе с сварщиком, у него была, кстати, очень неплохая пенсия, и постоянно интересовался книгами, постоянно читал, у меня там что-то просил почитать. Собственно, у меня есть подозрение, что он-то мои книжки и тягал из туалета, и слава богу, потому что, по крайней мере, он их читал, а не подтирался ими, как некоторые другие соседи. Поэтому, ну, конечно, не из христианского сострадания я порой лишен этих чувств, в силу, опять-таки, определенных жизненных обстоятельств, а просто исходя из объективной реальности я понимаю, что, ну вот, да, вот эти такие люди, вот так вот у них жизнь складывается. И посему я, в общем-то, ну, с ними сосуществовал. Мне это было не очень комфортно, но в какой-то момент я даже к этому привык, и там, определенно, не то чтобы там авторитет, но как-то вот что-то заимел они в глазах. Но, опять-таки, для этого не надо быть не особо там сильным, не особо умным, просто кому-то там помог интернет настроить, кого-то там прижал в углу и сказал, что если еще раз увижу тебя вот здесь вот в таком положении, то, собственно, не обессудь. Кого-то, знаете, вот есть такое выражение, вот только пальцем тронет. Я один раз тронул человека пальцем, вот я вам клянусь, вот так вот его пальцем просто, он на меня быканул, я вот так вот пальцем легонечко оттолкнул, он улетел к соседней стене. Я сам не ожидал такого эффекта, ну, я, знаете ли, не этот, не из фильмов. Ну, вот, опять-таки, да, им всем кажется, что они сильные и быстрые, а на самом деле это все далеко от истины. Вот, прожив вот это все, пообщавшись с подобного рода публикой, вынеся определенный, так сказать, из этого опыт, я сам смог уже давным-давно преобразиться. И у меня с алкоголем отношения очень простые. Я не то чтобы уже в завязке, хотя, еще раз могу сказать, был долгое время совсем в завязке, но пью крайне редко, потому что мне попросту это иногда и не нужно. Теперь мы переходим ко второй части Моррозовского балета. У меня есть давний зритель, экскурсант и так далее, Саша Рувимов. Он болеет темой добровольчества. Вот я там пару раз в футболках фигурировал с логотипом, который он сам придумал. Он тоже, кстати, вызвал это все неоднозначную реакцию. И у него есть, ну вот, жилплощадь в Москве неплохая. И он хочет сделать там хостел для волонтеров. Ну, у каждого там какие-то свои задачи, мечты и прочее. Вот у него такая. Это можно комментировать каким угодно образом, но, собственно, ему это хочется сделать. И он пытается получить под это там какой-то грант, потому что квартира находится в убийственном состоянии. Там реально, ради что потолок не обрушенный. Там надо делать ремонт тотальный. На это надо, понятно дело, деньги и на, соответственно, и на материалы, и, собственно, и какие-то работы там провести. И чтобы потом там вот был некий центр, чтобы люди, которые занимались волонтерством, могли либо по очень льготной цене, либо еще по каким-то там критериям туда заехать, какое-то время жить. И вообще там был бы некий центр, который бы объединял людей по интересам. В принципе, довольно здравая идея. Довольно не характерная для Москвы, потому что как только у вас в Москве есть квартира, а если она еще и в хорошем месте, а она в хорошем месте, ну, по идее, вы должны заселить туда. Я не знаю, семью таджиков, ну, или просто какую-нибудь другую семью и просто стричь бабло. А вот Саша, так вот, врожденный воспитан, что у него как-то мозги по-другому работают. Опять-таки, для столицы нашей Родины это крайне не характерно. В общем, ему надо было снять ролик. И он показал мне там сценарий, который ему предложило какое-то рекламное агентство. Сценарий полное говно. И я ему сказал, слушай, ну, если у тебя есть бюджет, а у него был бюджет небольшой, так давай просто я возьму там людей с камерами, да, мы снимем тебе ролик. И подумал, и у меня вот такая идея родилась. Взять людей с улицы, накормить их, помыть их, переодеть, снять это все, ну, и отпустить. То есть, как бы и ролик будет, ну, и все-таки какое-никакое, там, а благое дело будет произведено. Ему это все дико понравилось. Соответственно, я это все дело организовал, собрал команду. Снимали это все люди, в общем-то, мне не безызвестные, с ресурса Station Marks или Mark Station, вот оттуда. Потому что один из операторов, это вообще-то мой тоже давний экскурсант. Вот, были наняты стилисты, визажисты, я снял квартиру, все это было с определенными приключениями, потому что там были форс-мажорные обстоятельства. Там, одну квартиру, которую я снял, она в итоге не подошла, пришлось снимать срочно другую. Там выяснилось, что они не подходят, мне предложили третий вариант. В этот день пошел дождь, когда мы это все дело запланировали, соответственно, в какой-то момент никого вообще не было на улице, мы хотели все на чистых прудах производить. В итоге, поехали на Ленинградский вокзал, и там всех, собственно, и нашли моментально. Первый раз я, кстати, освоил каршеринг, специально купили пленку, заматывали сидение, потому что сначала хотели, естественно, нанять машину, но я понимал, что люди, когда увидят вот это все, они просто уйдут в отказ. В общем, взяли четырех человек уже в первый приезд, когда мы их по двое возили, я, оператор и еще два вот этих вот персонажа. Приехали, и там с таким недоверием местные жители, там мужик с сыном ко мне подходит. А что это? Ну, видишь, мы каких-то бомжей ведем и заводим в парадную. Я говорю, ну вот, сейчас будем мыть, кормить, одевать, отпускать. Он сразу преобразился и такой потом подходит ко мне и говорит, слушай, вот у меня есть одежда такая старая, вот я даже не знаю, куда сдать. Я ему говорю, ну, гугл тебе в помощь. То есть, вот это уже характерный момент, потому что человек, ну, человеку нужно, понимаете, вот чтобы что-то произошло. Сам он как-то не догадывается, что если у тебя есть одежда, то ты можешь просто набрать, не знаю, там, в поиске найти эти пункты приема или дома, куда это все дело принимают и отнести. Нет, тут надо вот так поступить. И на самом деле это была просто такая психологическая игра, потому что он-то сначала на меня наехал, а когда его, ну, вот, очень убежливо и мягко отбрил, таким образом показав, что мы тут ничего не собираемся плохого делать, а наоборот только хорошее, ему захотелось показать, что он тоже хороший. Это не значит, что мы хорошие, я сейчас об этом еще скажу пару слов. В общем, мы привезли этих людей, все сделали, была там тоже такая напряженная ситуация и внутри, потому что мне пришлось уехать, визажисты не знали, что, кто их будет мыть. Говорю, ну, пусть они сами помоются, в общем. Ну, потом все это нормально все произошло. И уже в процессе как бы выяснилось, что, например, вот там один был мужик, он вообще там военный летчик, например. Ну, не могу сказать, что говорит по-английски, но может изъясняться. Потом он запел какую-то песню на грузинском языке, вообще был такой веселый-привеселый. Одна женщина была совершенно вообще сначала невменяемая, ну, то есть вообще невменяемая, она постоянно орала, она постоянно плакала, там, дочь у нее умерла, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Потом, когда мы приехали, она поспала, на самом деле она помылась и поспала. И когда мы ее, ну, вот, напоили, накормили и накрасили, она вдруг превратилась вот в человека. То есть она совершенно успокоилась, она, ну, реально преобразилась. Выяснилось, что действительно у нее дочь, у них была квартира в Москве, они ее продали, купили, соответственно, в Подмосковье квартиру, чтобы там на вырученные деньги еще что-то сделать. Дочь умерла, а ее муж привел другую бабу, и они сказали, вот, маме, типа, до свидания, мама. И, в общем, все, что у нее было, загробастали себе, и она оказалась на улице. Вот такая вот дивная история. Ну, и все остальные там тоже были истории не менее дивные. Ролик сейчас в процессе, я там даже определенную песенку под это дело сварганил аж на английском языке. И к чему этот весь рассказ? Уже когда мы все это делали, то есть когда мы это сделали, там прозвучала такая фраза, что вот, как хорошо мы людям помогли. И я уже тогда сказал, что мы им не помогли. Ну, то есть вообще ни разу мы не помогли. Мы просто им, ну, подарили один день какой-то такой нормальной жизни. И потому что они были, конечно, дико благодарны. Когда все произошло, мужик спрашивает, а сколько мы вам должны? Я говорю, ты что, с ума сошел? Я говорю, вы нам ничего не должны абсолютно. То есть мы, я говорю, куда вас? Он говорит, обратно в вокзал. Мы вызвали, соответственно, такси и отправили их обратно на вокзал. А потом я разместил несколько фотографий, потому что там был фотограф наш постоянный экскурсионный, Рома Судаков, показать вот этот процесс до и после. И люди начали писать комментарии. И я, простите, мой французский, от некоторых комментариев просто охуел. Я, конечно, ко всему уже привычный. И я хочу сказать, что, еще раз, вот в сторону меня говно вообще не действует. Ну, то есть у меня такой иммунитет. Я, собственно, именно поэтому никого и не баню особенно. И, наверное, это и стимулирует людей проявлять определенную активность. Ну, поэтому я по этому поводу сделаю еще потом второй выпуск. Мы поговорим про СССР и про Савок. Потому что был Советский Союз, а был Савок. И если Советский Союз умер, то вот Савок до сих пор живее всех живых. Я об этом поговорю прямо на конкретных примерах. И часть комментариев там заключалась в том, что эти все алкаши, это их личный выбор. Вообще зачем их помогать, зачем им помогать, непонятно. Вообще это не люди и, ну, в общем, все такое прочее. И вот одна прекрасная женщина, девушка из Москвы, умная и красивая, которая мне сейчас помогает делать проект. Он будет называться Общепит. Это интервью с рестораторами. Я давно хотел этим делом заняться. Она написала очень правильную фразу. Она написала, что такое впечатление, что этот проект, эта помощь не тем людям, которые в нем участвовали, а тем людям, которые это смотрят и комментируют. И это абсолютно правда. Это абсолютно в точку. Потому что это некий тест, это лакомцевая бумажка на реакцию аудитории, на подобные вещи. Дело в том, что в интернете есть такая тенденция, когда люди о тебе знают массу всего интересного. И ты столько всего о себе интересного узнаешь. Один человек, например, писал, что вот у меня по рукам видно, что я мажор. Ну, что я могу сказать? Ну да, наверное, я мажор. Наверное, я никогда не стоял у станка, не работал на стройке, не работал на рынке, продавая кроссовки. Наверное, я никогда не занимался демонтажом зданий. Наверное, я никогда не ходил в травматологический пункт, потому что у меня в фуганочном станке отпилились вот эти две подушечки пальцев. Наверное, ничего этого не было. Наверное, у меня нет мозолей, потому что я постоянно на турниках вешу без перчаток. Я не могу и не понимаю этого. Так-то, конечно, я абсолютно мажор. И, наверное, я, опять-таки, простите за мой французский, никому никогда на улице, если на то дело пошло. Но он про меня вот это все знает. И он не единственный. Мне постоянно пишут, а ты выйди за пределы Питера или Москвы, или там поживи, не у себя там, а еще где-нибудь. Ну, наверное, у меня нет роликов даже на канале, которые сняты за пределами Питера и Москвы, и не показывают, как живет вообще глубинная Россия и тому подобное. Ну и, в общем, так далее. Далее от пидораса до еврея. В общем, все это мы плавали знаем. Но точно так же люди, собственно, знают все про других. То есть они априори выносят свой вердикт. То есть они про них ничего не знают. Они не знают их судьбу. Они вообще не в курсе. Но для них это уже, понимаете, конченый персонаж. И такая оценочная поведенческая модель, она характерна не только для, там, не знаю, лукашей, бомжей и прочего. Она характерна для всех и для героев прошлого, и для всего остального. Вот буквально час назад мне в фейсбуке один персонаж под постом про Столыпи написал, что бесит меня эта пляшивая сука, хочется его убить как народовольца. Ну, я уж молчу о том, что народовольцы к тому моменту уже канули в лету. Ну, и кое-кто, конечно, сидел в Шестельбурге, но это не суть важная. Но вот я рассказывал историю, как к этому пляшивому сволочи пришли люди и взорвали его дачу, убив 27 человек, а его дочь осталась анмолидом. Ну да, наверное, это выход из ситуации. Наверное, это правильно. И, наверное, он должен был обосраться и убежать. А он не обосрался и не убежал. То есть, вот это все время наблюдается. И когда ты видишь, как этот бумеранг возвращается в нашей современности и как он сказывается на простых ситуациях, ты просто пребываешь в тотальном шоке. Потому что для русского человека, для него на самом деле свойственны две крайности. Он может ненавидеть просто с куста и может любить и простить с куста. Наши бабушки, а для кого-то даже прабабушки, ну, а для кого-то еще матери, они по этому принципу помогали, например, пленным немцам после Великой Отечественной войны. И особенно, конечно, у меня рассказы некоторых блокадниц, они меня просто убивали. То есть, это люди, которые пришли, чтобы уничтожить город, и они это понимали. Но вот прошло буквально немного времени, год-два, и вот они уже стараются как-то этим парням и мужикам помочь. Носит им еду, покупают у них всякие поделки. Вот у нас в районе станции Митроломоносовской там был лагерь для военнопленных немцев. И тоже мне там рассказывали массу историй на этот счет. То есть, это для нас характерно, вот такая всепрощающая какая-то черта. Но в то же время, вот эта вот злость какая, я не знаю, откуда это простекает. Вот эта ненависть к тем людям, которые не такие, как ты, которые, может быть, не столь успешны. Или наоборот, они слишком успешны и так далее. Вот это в нас есть. И по идее это надо подавлять, но это не подавляется, это наоборот. Это постоянно педалируется, стимулируется в соцсетях, в комментариях и так далее. И затем это начинает выявляться уже относительно других вещей, о которых мы поговорим уже в следующий раз, когда я буду рассказывать про вот этот самый совок, так называемый. Тем не менее, мне кажется, что все-таки мы сделали довольно неплохое дело. И оно, знаете, не глобальное. И не надо думать, что вот все, теперь мы молодцы. Мы не молодцы, на самом деле. Саша, может быть, молодец, что на все это дал какие-то средства. А мы-то что? Мы просто сделали то, что должны были сделать. Но я все-таки хочу верить, что и среди вас тоже есть те, кто как-то по-другому реагирует на вот такие вещи, которые убиваются за рамки действительности. Потому что в то же самое время я никогда, например, не даю деньги нищим в метро или бабушкам в метро. Ну, потому что знаю всю эту инфраструктуру. Но, допустим, выходя из какого-нибудь там магазина вот возле того места, где я живу, и там сидит, там бабушка продает носочки вязанные, ну, тут, конечно, 100 рублей ей дашь. Безусловно. Потому что ты понимаешь, что это 100 рублей пойдут ей лично в карманы. Я никогда не репощу вот эти, знаете, там, спасите, помогите, мальчик больной раком и так далее. Я просто честен вот сам с собой. Я понимаю, что сострадания лично моего на всех не хватит. Если я буду жить только этим, ну, тогда мне надо все распродать и пойти по миру голым. Я этому не хочу. У меня есть ребенок, мне не хочется, чтобы он ходил голым по улице. Поэтому я вот для себя никаких иллюзий не строю. Я терпеть не могу вот эти, вы знаете, спасем дельфинов и так далее. Ну, как ты их спасешь? Ну, чтобы тебя их спасти, тебе надо либо действительно бабла закатать куда-нибудь в контору, который этим занимается, либо поехать лично их спасать. А то, что ты там напишешь, ну, вот, ну, это ничего не сделает. И даже учитывая то, что я вроде как специалист вот в этих публик-релейшнс, но это все равно, это не то. Это как бы, вот это, короче, диванное вот это сострадание, я его терпеть не могу. Я не против, чтобы оно было у других, но сам я этим не занимаюсь. Поэтому, подводя черту, я очередной раз хочу сказать, что, ну, все-таки надо пытаться быть терпимее к другим людям. И если вы сами не в состоянии, вот, посмотреть на этого человека, как на человека, потому что он прежде всего человек. Потому что вот именно об этом писал Достоевский, про которого, опять-таки, мне до сих пор некоторые пишут, что это вообще, он не знал, о чем писал, вообще это был не писатель, а там туда-сюда, и роман у него не каковский. Ну, возможно, но для меня это любимый писатель и самый главный ориентир в моей жизни. Именно про это писал Чехов, на самом деле. То есть, ну, просто с другой стороны Достоевский-то подходил именно со стороны бомжей, да, вот у него все эти, там, нижние оскорбленные, там, преступления, наказания, все эти проститутки и так далее. Мне кажется, надо ориентироваться на это. Тем более, что у нас есть определенный базис. Но каждый должен это решать для себя сам. И вы для себя можете решать это сами. Я очередной раз хочу сказать, что я никому ничего не навязываю. Это просто моя точка зрения. Не значит, что вы так должны думать. Не значит, что вы так должны действовать. Вы можете действовать по-другому, как вам захочется. Ну, а если, опять-таки, вам захочется погулять со мной, там, по Петербургу и Москве, то есть определенные ближайшие планы и в Петропавловскую крепость ходить, и показать место, где был первый теракт, и где даже товарищ Сталин заседал, и потом была буча по поводу того, чтобы выяснить, где конкретно кабинет этот находился. Можно погулять по Сене-Площади, где как раз были вот эти самые адские места, описанные Достоевским. Ну, и в округе непосредственно. Это вот приближайшее. Ну, а более дальний план — это Берлин и Париж. Если хотите поехать туда вместе со мной, то, опять-таки, пишите, обращайтесь. И еще предварительно сделаю объявление. Я буду реанимировать канал англоязычный, где будут выкладываться интервью с симпатичными англоговорящими девушками. Почему так, я даже не буду объяснять, потому что это абсолютно бесполезно для тех, кто этого не понимает. А те, кто этого понимает, то ими объяснять не нужно. Ну, в общем, вот ссылка на этот канал находится вот там. Если вам интересно, можете посмотреть. Не интересно — не смотрите. На этом все. Комментарии. Увидимся. Пока.